Генерал на скамье подсудимых. Во вторник во Фрунзенском районном суде слушалось дело об избрании меры пресечения Александру Никитину, экс-руководителю Ивановского регионального управления Министерства внутренних дел. Сам обвиняемый в настоящее время содержится в СИЗО Лефортово, так что на заседании смог присутствовать только посредством видеосвязи. Это первое слушание по делу Никитина, которое проходит в Иванове. Ранее меру пресечения генералу избирали в Московском Басманном и Московском городском судах. В СИЗО Никитин содержится уже 14 месяцев. Высокопоставленный полицейский был задержан 27 ноября 2014 года. Позже ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. А именно при строительстве здания УМВД на Кузнецова немалую часть вверенных ему средств генерал потратил на внутреннюю отделку, вместо того, чтобы вернуть сэкономленное министерству. Были выделены деньги на выполнение определенных работ. Если сэкономил деньги, то извини, либо верни их на УМВД, либо согласуй расходы, значит, там, другой УРВД, значит, подремонтируй. А человек, значит, истратил эти деньги, хотя он говорит, что согласование там как будто, на улучшение своих, значит, условий кабинета, столовой, ну вот, то есть, как он сказал, для создания более комфортных условий. Сейчас следствие окончено. 12 февраля начнется рассмотрение дела по существу. На свободе под домашним арестом или в СИЗО будет ожидать вердикта генерал, предстояло решить судье. Позиция обвинения Никитин по-прежнему генерал-майор полиции, он может скрыться или оказать давление на свидетелей, которые ранее были его подчиненными. Потому прокурор настаивал на нахождении подсудимого в СИЗО. Для объективности рассмотрения уголовного дела, для того, чтобы он не смог воздействовать, ну, как сказать, на своих бывших или нынешних подчиненных, то я полагаю, что такова вот мера пресечения с учетом совершенного преступления, тяжести, собственно, вот деньги, очень большое с вами денег, почти четверть миллиарда идет. Я полагаю, что вот как раз данное мера пресечения будет адекватна совершенному преступлению. В ответном слове Никитин не согласился с гособвинителем. Несмотря на то, что он не уволен из органов, никакого воздействия на свидетелей и уж тем более наследствие, которое окончено, он оказать не может. Все так называемые подчиненные, которые, на которые ссылаются в прокурат, они все были неоднократно по несколько раз допрошли. Все вещественные доказательства, которые можно было взять, уже были съяты. Какого-то резона мне скрываться от суда, но по крайней мере, нет по нескольким причинам. Во-первых, я не совершил какое-то особое тяжкое преступление, чтобы бояться за какие-то последствия. Я никого не убивал, никого не принадлежал, не насиловал, не взял взял. На строительстве административного здания по улице Кузнецова, суда все. Я себе в карман не то, что рубля, я аж копейки не положил. Экс-руководитель УМВД сослался на то, что хочет видеть малолетнего сына и иметь возможность общаться с пожилой матерью. В СИЗО это невозможно. Никитин попросил избрать для него на время суда меру пресечения в виде домашнего ареста. Трехкомнатную квартиру для проживания в Иванове, недалеко от здания суда, ему могут предоставить. Еще один вариант – залог в сумме одного миллиона рублей. Но, несмотря на все доводы стороны защиты, судья согласился с государственным обвинителем. Учитывая адекватность применения мер пресечения, предъявленные ему обвинению и данным о личности обвинениям, а также сложности и большой объемных дел, суд предъявляет срок содержания Никитина под стражей на 6 месяцев. Согласно части 2 статьи 255 УПК РФ указан срок и осуществляется дня поступления уголовного дела в суд, то есть с 22 января этого года. Пока длится судебное разбирательство, Никитин будет находиться в Ивановском СИЗО-1. Тяжба обещает быть долгой в деле бывшего главного полицейского региона, его подчиненного, заведовавшего строительством злополучного здания, 25 томов. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.